Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня будет очень приятный вечер. Не знаю, как для вас, для меня совершенно точно. Потому что, во-первых, закончена большая работа. Мы записали новый Аппом-театр. И, как всякому артисту, всегда кажется, что следующая его работа лучше предыдущих. И что вот этой своей работой он уже, наконец, раздвинул все рамки и уже стал каким-то совсем другим. И что эта работа открывает вообще новые горизонты в жанре и так далее. Если спросите у любого автора-исполнителя, он вам вот ровно это скажет. Мне в данном случае ничего этого не кажется, потому что все оно так и есть. Дорогие друзья, вы поздравите меня с действием, который для меня очень важен и который, мне кажется, очень хорошим. И сегодня на этой сцене вместе со мной будут выступать люди, которых я безмерно уважаю, которым я многим обязана. Они участвовали в создании этой работы и они сегодня пришли меня поздравить. Это тоже у меня несказанно радует. Я хочу пригласить на эту сцену двух человек, прежде всего. Людей, которым я обязана практически всем, что со мной сейчас происходит. Это Евгений Быков, прежде всего. И Дмитрий Зевский. И Дмитрий Зевский. И Дмитрий Зевский, звук и режиссер. Альбом и театр. И мы споем заглавную песню сначала. Заглавную песню, которую сочинили Сергей Никитин и Дмитрий Сухарев. Она называется «За фортуной» и, конечно, посвящена людям этой нелегкой, неблагодарной профессии, актерам. Хотя диск-театр называется, скорее всего, так не в связи с госучреждением, где актеры получают зарплату, и не в связи с зданием, в котором актеры работают. Скорее всего, нет театров в каком-то, знаете, таком шекспировском смысле. Весь мир театр. Вот есть пролог. Завязка, кульминация и развязка. У любой судьбы. «За фортуной» На дороге, на зарожье, Мурава да лебеда, Едем, едем за фортуной, На телеге сковорожьей. Не рассказывай, по-моему, Что дорога никуда, А что, да ведь чего, Что не куда ведет дорога, А мы будем, будем, будем Комедию ломать. А вы хотите, не хотите, А вы доходите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. Мастер, На вас жутовские Борили штиблеты, Но за румяными Скрыты черты мудреца. Вам ли не вернуть, Что спятые маминку плетами, Но так же не вечно, Как раздутая ветром. Лебедца? А что? Да ничего. Но не навек, ради Бога, А мы будем, будем, будем Комедию ломать. Где вы хотите, не хотите, А пока хотите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. Мастер, Пошли же барик, Посидели на вылез, Пошли призы, Уже не смешны никому, Все рульники, Кровавы с топлёй Подогились, Все коломбишки, Камы, Вечную тюкну. А что? Да ничего. Да ведь и нам не минус рот, А мы будем, будем, будем Комедию ломать. Где вы хотите, не хотите, А пока хотите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. На дороге, На заросшем Мураво, До лебеда Едем, едем За порту на вере, На теряги С комарошьей, Не рассказаны Хорошей, Что дорога никуда. Морозит На берегоне, Город скрылся Вдалеке, Едем, едем За портуной, В разукрашенном Фургоне, И легкие Легкие кони Путь-то едут Належке И легкие Легкие кони Будто едут Належке Вдалеке 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 Браво! Едем, едем, Дмитрий Зеленский, они же еще вернутся на эту сцену. А сейчас я хочу пригласить сюда, к этому микрофону, автора этих дивных строк, которые сейчас прозвучали. Выдающегося поэта, моего друга, смею надеяться, и актерского сына, Дмитрий Анатольевич Шукар. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот попросил разрешения у Лидии Олеговны прочитать стихотворение, которое называется так же, как ее диск. Оно называется «Театр». Но тут есть одна запуск. Надо объяснить место и время действия, что ли. Ее маленькое предисловие скажет, «Деточка, ничего, что я так сильно задан к вам стою». Да, вот так мне будет комфортно. Так вот, дело в том, что в Москве, среди многих прочих журналов, выходит толстый журнал под названием «Россия в глобальной политике». У этого толстого журнала есть главный редактор, политолог Федор Лукьянов. Такой красивый богатырь типа Илья Муровец или Добрый Никитич с бородой, блондин. И вот на одной такой второстепенной тусовке подходит ко мне главный редактор этого журнала и говорит, «Дмитрий Антонович, я должен передать вам привет от своей мамы». Я говорю, «Спасибо, кто же ваша мама?» Он говорит, «Марина Лукьянова». Ой. Я был влюблен в эту Марину, когда учился в восьмом классе. А папа ее и дедушка Федора Лукьянова был главным герой-любовником театра революции, за кулисами которого мы с Мариной росли во время войны. И все вот... Там великая актриса в это время была Мария Ивановна Бабанова. И во всех спектаклях, где Мария Ивановна играла главную женскую роль, Александр Павлович Лукьянов был ее партнером. Если она была Джульетта, он был Ромео. Если она была Арбузовской Таней, он был Герман. Если это «Собака на осене», то он был Теодора. А моя мама была... Играла служанку графини. И Александр Павлович за ней приударялся в рамках этого спектакля. И Мария Ивановна очень злилась на Теодора. Я столько раз невольно замечала, как Теодора мил, красив, умен. О, если бы он знатным был рожден, то я бы его иначе привычал. Я знал все ее спектакли, все ее песни. И вот до того, как я влюбился в Марину Лукьянову, это было в восьмом классе, я в четыре года был влюблен в Марии Ивановне Павловне. То есть с четвертого по восьмом классе. И вот теперь я объяснил ситуацию, и могли читать, на конце стихотворения, театр. Теперь уж поздно влюбляться заново В нелепость жеста и пыль кулис Моей актрисой была Бабанова. Теперь уж поздно менять актрис. Влюбленный отрок в года невинности Я рос за сценой. Теперь я стар, Теперь я знаю, Что значит вынести Свой крест и возраст, И долг, и дар. Я видел львицу, Метал кусавшую, Ей править миром Хватало сил. Она царила, И часто с Сашей Была жестока. Он все сносил, Как прост и важен Был жест Лукьянова. Когда Ромео спускался в склеп, Его катурны Бесили главного, А я не видел, Что он нелеп. Люблю катурны, Хитон обтреплется, А мы катурны Возьмем в слова. Театр нелепость, Стихи нелепятся, И жизнь нелепа, И тем права. Спасибо. Я прошу прощения, Возвращаясь с Сона, Что я буду петь все-таки В этот микрофон, Потому что это Оказывается удобно. Нет, звукорегистур требует, Чтобы я брала свой микрофон, Потому что остальные, Они взрываются Просто от моего голоса. Хорошо. И прямо лучше. Все, побольше вас? Да. Сейчас пока Раз-раз, Потом включился. Мы споем сейчас песню вместе. Вы готовы, да? Мы споем песню, Которая должна была войти В этот диск, Просто и по праву рождения, И по теме, Но не вошла, Потому что мы не сумели Записать должным образом. И сегодня, Наверное, В этом концерте Прозвучит не одна такая песня, Которую, Будем читать, Не из невошедшего. Из невошедшего. Это те же авторы, Что и в предыдущих песни. Да. Пожалуйста. Музыка, церковь, Это такой пролог К сегодняшнего речи. Пленительная пыль кулис Струится в зал со сцены, Пленительная слава бис Щекочет слух, Ручит счастливый час, И снова свет погас, И снова вне облёт стены, И снова грехи, Срединяет нас Актер с актероморода И клей, Что автору бумага, Он выныл битвол старолей, Он сто страстей изобразил, Но есть в любом из нас И нежность, и отвага, Они не напопасть, Они не реквизит, То ли магнитом Насеком магнит, То ли не чистый блазник, То ли нам хлоробою В утробу бросла Власть, то есть слава, Селезна. Актерское житье, бытье Достойно лучшим домом, Актеру перемыть бельем Уметься и любовь, А мы промеж собой Лишь люди и неволны, И молча сносит боль Актеры меж собой И радуемся мы когда Актерском нашем круге Внезапно взойдет звезда И восшлигать начнет сердца Когда я мне беда Мы в небе победы ступи И это навсегда И это до конца То ли магнитом Нас это молит, То ли не чистый блазник, То ли нам хлоробою В утробу бросла Власть, то есть слава, Сласть ремесла И в небе победы И в небе победы Начнем потихонечку представлять нашу работу Питинга, которую мы сейчас поем, уже довольно известно Поем мы ее довольно давно И в интернете она распространена достаточно широко Это песня, которую сочинил наш большой друг Владимир Васильев из города Харькова В данном случае он выступил как композитор И сочинил песню на стихи Известного нашего поэта, прозаика, Публициста и куманиста И гражданина Дмитрия Быкова Песня называется «Стрекоза и муравей» Да, подлый муравей, пойду и попляшу И больше ни о чем тебя не попрошу На стерлах ледяных играет мертвый глянц Сима скопала пруд, а вот и синяк пошел Смотри, как я пляшу, последний стрекозел Смотрю, родина на мой, прощальный танец Ах, были времена под каждым мне листком Был стой квасочки и чайок со свистком И радужный огонь Расистого напитка мне только То и вкрок в обители мирской Что добывается не ботом и доской А так из милости задан от избытка Загрозли все цветы Ветра сошли с ума Все, у кого был дом Порядались в домах Согренные рабы Салонки таскают мышки Способные к работе и борьбе Умеем лишь просить, пусть и вьяк себе И гордо подыхать Когда нас не пускают Когда не путь в раю Где пляшет в пышне Веселый рой теней Ты вползешь ко мне Худой мозолистый угрюм Быль широты С завистью следя Воздушный мой прыжок Попросишь стрекоза Пусти меня в кружок А я тебе скажу Пойди-ка поработай Сергей Труханов Выдающийся композитор Автор песни Божья коровка Сережа, просим Добрый вечер Ну вот я хочу Поздравить Лиду Женю С этим Событием В виде диска Я так Представляю Сколько это всего Потребовало Каких-то Фантазий Терпения Труда Сил Ну и всего Остального Музыкальных Каких-то Качеств И пацанских В том числе Судя по всему Вот И песня Которая Вот на диске Присутствует Поется она Правда Таким Ангельским Голосом Такой ангельской Совершенно Аранжировкой Но вы дорогие друзья Запомните ее Такой Называется Божья коровка Стихи Ольги Нечаевой В кулаке Шевелится Щекочет Жесткими Над крыльями Поводит В темноте Мечтает О свободе И привыкнуть К тесноте И не хочет Ах ты Насекомое Создание Маленькая Жизнь Ну что Лети же Подношу Ладонку Вам Поближе Помочу Смешное Заклинание Божья коровка Улети на небо Приси Мне хлеба А вот Счастье Попросить Неловкой Как Она Рванет Во все Опорки В чистом Небе Легкой Точкой Станет Не заметит Как Меня Обманят Не Пришлет В мире Горелой Корки Нет Ни крошки Но Осталось Это Затяжное Выцветшее Лето Поджуршат Листвой Над головою Меч Под ноги Совершен Дорогой Дорогой Раз Дорогой Все Не Не В Дорогой Дорогой тему, там упоминаются кузнечики, стихи Ольги Родионовой. А вот в Аризоне тоже думали, что гроза, а потом посреди пустыни приземлились, так мне сказали, странные человечки, у которых одни глаза, а рта никакого нет, они говорят глазами, а рта никакого нет, они не умеют есть, а как же они живут, а они не умеют жить, умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть, а в общем годятся только кузнечиков сторожить. Хочешь, я посажу в саду марсианский мох, кто говорит о любви, о любви нельзя говорить, мне бы хотелось что-нибудь красивое им подарить, но все, что было красиво, им уже подарил Бог. А вот в Аризоне тоже сначала думали, что гроза, а потом посреди пустыни приземлились, так мне сказали, странные человечки, у которых одни глаза, а рта никакого нет, они не умеют есть, а как же они живут, а они умеют жить, умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть, а в общем годятся только кузнечики сторожить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А мы сейчас с Сергеем Николаевичем поделимся с вами творческими планами. АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что мы сейчас работаем над следующим диском. Здесь мы всегда заканчиваем один, начинаем другой и пишем его лет пять потом. Так вот, давным-давно мы уже работаем над диском «Пятнадцать песен Владимира Васильева». И мы вам сейчас их споем. Все. Потому что это много времени не займет, не переживайте. Володя Васильев отличается тем, что у него песни секунд по двадцать длительностью. И мы успеем спеть довольно много сегодня. Но мы споем вам сейчас, во-первых, два романса. Два романса. Владимир Васильев. Пожалуйста. Вечером вы ожидали полковника, Гром доносился военных музык. Выдвинул челюсть помот на полковноты, Высунув платье в обряды язык. Сердце моё в объятья сладкие, Разум в объятья того, что не мило. Двинул ящик божественной пяткой, Лязгнул помот и язык прищебил. Под вечер предвкушали водку Два утомлённых скрипача, Брели вонючую селёдку За хвост колючей плача. Селёдка головой мотала, И губы на бок своротив, Романс не громко напевал, Перевирая чуть мотив. О, Боже, как же я забыла, И дали воли ночи, Но тут ей пылью рот забила, И дали боли ничего. Вот сейчас внимание для звукорежиссёра И вообще для всех присутствующих в зале Евгений Николаевич сейчас будет петь. Готовьтесь. Я даже догадываю, пекст специально такой, Чтобы всех предупредить, Ибо для наиболее полного раскрытия художественного образа Следующего произведения Я принужден буду явить миру то, Чем обладаю по праву. То есть это не очень... Он может сейчас явить миру всё, что угодно, понимаете, Да? Обладает по праву. Ты же сказала уже, о чём пойдёт речь, Поэтому я вас предупредил, А я когда вступлю, вы не пугайтесь, Потому что я сам боюсь. Очень трогательная песня. Называется она... Она без названия. Без названия. Корабли на плечах ржавеют распелчем, Белошвейки, царяны, рыбачки и прачки Выбегают на бег ладонь козырьком, Где он суженый, ветром погодным брюханы, Облака кучевые плывут, как фрегаты. Взглядом суженным девы скребут, Горизонт никого. В направлении песчаных барханов Мимо них пронеслось стадо диких мушланов. Эй, 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 улю-лю-лю, о-хо-хо-хо! Табаком резким фотом, Густым переговором В нос ударило девы, Воскликнули срам, Нам подобных сокровищ Не надо и даром. И пошли По пескам, По следам. Есть еще одна песня о любви. Это сказка, Сочиненная Володей Васильевым. Называется она «Царевна лягушка». Из лягушки она превращалась В девушку, Ой, не доцеловала. Кожа у нее теперь зеленоватая, Глаза чуть навыкоти, А так ничего. Ты не печалься, Царевич и бабушка, Говорит ему девушка, Это ничего, Что спина у меня пупырчет, Зато ноги прыгучие. Эх, Не доцеловала. А мы продолжаем представлять На этой сцене Людей, Которые имеют Самое непосредственное отношение К созданию диска. Я хочу пригласить сюда, К этому микрофону, Участника творческого объединения «Лаконост» Поэта Ольгу Нечаеву. Встречайте. Добрый вечер. Я также присоединюсь Ко всем поздравлениям С выходом от этого диска. Поздравляю еду, Женю и нас всех. Вот сейчас я прочту несколько стихотворений. Про божию коровку вы уже слышали, Но читать не будут. Хотя, честно говоря, Я написала в районе одного слова, Которое там есть, Так он Сергеев не поет. Ну, если сравнить тексты... Спрашивают, что на слово. А прочитайте текст, хорошо? Нет, это будет такая интрига. А, понятно. Я поняла, в чем затихну. Так. Стихи сейчас будут. Трудно выпить, правда? Да, это всегда очень сложно. В общем, немного. Не удержать в себе Имени и судьбы. Все протекает сквозь Жадное решетон. Что же теперь жалеть, Если бы это как бы? Вот и выходит все Как-то не так, не то. Чувствуешь, как следит Неутомимый глаз. Слышишь небесный хор Или вороний грей. Кто-то сближает нас, Соединяет нас. Кто-то сшивает нас Наскро через край. Пятками по стеклу Игловой об лед. Только прорваться сквозь Выйти на белый свет. Кто же сшивает нас? Ты погляди, Снует в Божьей руке игла. Только вот нитки нет. Нет ничего, что можно потерять, Нет ничего, что можно обрести. Бесплодной жизни век мне вековать, Измятыми бумагами трясти. Читать чужие дивные слова, Считать ворон в облезлых небесах, Прислушиваться, как растет трава, Но слышать только тиканье в часах. Течет вода меж пальцев так легко, Не замечая никаких полотен. Подумаешь, до смерти далеко, Но смерть одна, и ты совсем один. Потеряна, посеяна, В пыли не вырастет. Не обретешь, назад, все вышли, Утонули корабли. Остался длинный перечень утрат. Они со мной говорят на незнакомом языке, Они выходят на парад, Сжимают дудочку в руке. Они со мной говорят, Но я не знаю их пароль, Я отвечаю не в попад, Я не выиграла свою роль. Пустое небо надо мной Закручивается в спираль, Автомобильчик заводной Уехал в сказочную даль, Там хорошо, там виноград растет, А то и апельсин. Они со мной говорят, А я не отвечаю им. Спасибо большое. Прежде чем представить следующего участника Творческого объединения «Локонос», мы представим вам дивный музыкальный инструмент, который сейчас находится в руках Бога Николаевича. И надо сказать, что вот эта вот маленькая штучка, она определила, пару лет назад, когда попала в руки к мастеру, она определила какое-то даже направление, какое-то дальнейшее существование нашего коллектива. Потому что сейчас на этом, этот дивный звук, он сопровождает нас в каждой нашей работе, в том числе и записи диско. То есть вы услышите голос укулеле практически в каждой песне. Потому что когда-то давным-давно, ну, два года назад, Евгений Николаевич именно вот этот инструмент, который сейчас у него в руках, он его отобрал, отнял, силой взял, отобрал его у Варвары Мищук. Это жена Вадима Леонидовича, Мищука. У Варя был день рождения, друзья подарили ей укулеле. Хотели пошутить. Но шутка не удалась на этот же день рождения. К сожалению, был приглашен Евгений Николаевич. И он отобрал у Варя укулеле и с тех пор не расстается с ним ни днем, ни ночью. Я так предполагаю, что вся эта пламенная речь была к тому, что если вы вдруг кому-то хотите подарить укулеле на день рождения... Будьте осторожны. Не приглашайте меня. Или вообще любой другой музыкальный инструмент. Потому что все началось с укулеле, а потом как-то понеслась. Какие-то разные формы и величины гитарки, дудочки, ударные всяческие инструменты. Так вот, Евгений Николаевич, давайте представим нашим дорогим зрителям ваш инструмент, песней... Во всем его масштабе, еще хочется сказать. Да. Песней Михаила Щербакова. Вы знаете, диск-театр, который мы сегодня представляем, он уникален. Он абсолютно для нас уникален, потому что в нем нет ни одной песни Михаила Щербакова. Вот в зале раздался довольный смех. Ну, наконец-то. Знаете, когда я Михаилу Константиновичу вручала диск-театра, сказала, вот видите, тут ни одной вашей песни нет. Он сказал, ох, надо же, мне бы так. Вот, то есть он, я ему тут же предложила, когда говорю, давайте запишем вам исполнительский диск, вот все обхохочутся. Он сказал, что подумает. В общем, но если в концерте не прозвучить ни одной песни Щербакова это будет, конечно, совсем уже нелепица какая-то, поэтому все-таки мы одно вам споем. Поскольку в этом инструменте нам почудилось что-то итальянское, то мы и приспособили его первым делом к песне Михаила Щербакова на музыку не народа. Песня называется «Памяти всех». Что в чужом краю, что в отчем на высоком небосводе Не увидишь там, да и кто их видел, впрочем, при какой такой погоде Счастье каприз надай тревожен, а жизнь она и вовсе Одна, второй не будет. Риму с собою Взять и не можно Помаячь пока что Возле Папа Римский Не осудит. Рим не скатит, Не упадки, Вон щебечет их хлопочек. На расклад идут Напитки, курс порядки Бережой. Люд заводский По руинам резво скачет, Пальцем тычет то, Что хочет. Отчего бы в самом деле Не скакать, Пока живой. За сто лир, Цена смешная, Ты пломбирку Пис изюма И направься вновь Грекосую До башни, Смущай В серую клеточку Костюма. Ах, эти башни Глазами Серьезными Своими Маркают Так прелестно, Мы умрем, Черт бы с нами, А вот что случится С ними Совершенно неизвестно На скаминке Венесарсной В античного забора Не забудь, Что ехать скоро И бесед не проводи Что там за архитектура Синьорина Что за фортам Синьор Не твоя печаль Приятель Погуля Проходи Свой черед Коснется слуха Тот сигнал Валторный Строгий Что вязать Велит Пожитки Не пират Тебе Не пуха Да Не перед Дорогой Влажный Рассвет Тебе Разбудит Партия Ключами Щелкнет А дальше Как придется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Валторна Смокнет Колокольчик Распоется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Валторна Смокнет Колокольчик Распоется А еще мы хотим показать инструментальную пьесу, которая как будто специально написана для этого инструмента, а может быть специально и написана для этого инструмента, мы не знаем. Евгений Николаевич, давайте исполним с вами венесуэльский вальс, который олицетворяет собой не только прекрасную музыку, но и иллюстрирует многообразие живых форм в природе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты 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 Вот уж пехол не помешает точно Между нами нет никакой связи Между нами связи нет никакой Даже не фокусник может провести между нами рукой И подтвердить, что связи нет никакой Или что-то теплится, остывая Уголек ворочается во сне Все это только видимость Видимая в измене А между нами видимость нулевая Нечего сказать, связать, развить, исправить Иллюзиалист вяжет узелок на память Нечего сказать, порвать, разбить, разбавить Иллюзиалист вяжет узелок на память Но между нами нет никакой связи Между нами связи нет никакой Даже не фокусник может провести между нами Терстой альбом и твердой И подтвердить, что связи нет никакой Связи нет никакой Связи нет никакой Связи нет никакой Никакой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей, вы мне не первый. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я тоже хочу поблагодарить... Ой, нет, поздравить. Сначала, конечно, поздравить Лиду и Женюсу. Нет, мне это не нужно. У меня через розетку с выходом нового альбома. И поблагодарить за то, что они в свой роскошный репертуар снисходительно включили пару моих песенок. Сейчас посмотрим. Вот я спою ту песенку, которую не включили. Просто песенка только что сочинилась, буквально. ПЕСНЯ Открываешь глаза, нет никаких планов. ПЕСНЯ 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 И бутылка тихо склоняется к изголовью Но уже давно ничто не вредит здоровью И так каждый день, и так каждый день И вот Новый год, и так каждый день Во-вторых, вы хотите стоять? Да, да, конечно, я лучше, вот это Это мы сейчас вот на вы, на самом деле мы на ты давно уже Вот, а сейчас мы споем вам произведение, которое вошло в наш альбом Одно из моих любимых Мне просто очень хочется спеть до этого с Алексеем Тиматковым Я знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет Но тем не менее, я не могу упустить такой уникальный случай Во-первых, вообще увидеть Тиматкова на сцене Это надо постараться, вам повезло Вы очень везучие люди А вот, а сейчас мы исполним произведение, которое называется «Колыбельное» И вы все снятие, все И так каждый день Только то, что приснится Только тем и питаться Никуда не стремится Ни за что не держаться Волны летнего сноя Хлопья белого снега Это все для покоя Это все для ночлега Расшнуровывай кеды Распрягай к леснице Не нужны мне победы Кроме той, что приснится Там, за улицей Мальтуле За последней надеждой Тень оставлю на стуле Ряду снятой одеждой Уходите на реки Погасите светильник Опустите мне веки И не ставьте будильник Я проснусь на рассвете В одноместной палате На далекой планете На широкой кровати На далекой планете На широкой кровати На широкой кровати На широкой кровати На широкой кровати У меня есть песни Не только о смерти Но и о любви И сейчас мы вам споем Пару песен о любви Но я забыла Какие мы старались спеть песни Можно я посмотрю в программу Я долгое время работал с Толей Кириевым А он такой большой любитель Таких подвижных песен И программу концепта Мы тоже всегда готовили заранее Она вот здесь на листочке лежала Но однажды он так разошелся И решил отступить от программы И говорит мне Говорит, давай вот эту сыграем И начинает Я не угадал Говорит, ладно, тогда вот эту Мы сейчас споем вам песню Которая очень неожиданно звучит Вообще неожиданно была взята На нами когда-то давно Препертуар Эта песня принадлежит Перу советских авторов Алексею Фатьянову Выдающемуся поэту И Борису Мукраусову Выдающемуся композитору Эта песенка из кинофильма Свадьба с Британом Пойте вместе со мной На крылечке твоем Каждый вечер вдвоем Мы по долгу стоим Остаться не можем на миг До свидания скажу Возвращусь и хожу До рассвета хожу Мимо милых окошек твоих И сады, и поля, и цветы, и земля, и глаза голубые Такие родные твои Не от солнечков дней Не от теплых лучей Расцветают От нашей горячей и светлой любви Если надо пройти Все дороги пути Те, что к счастью Те, что к счастью ведут Я пройду Мне их век не забыть Я люблю тебя так Что не сможешь никак Ты меня никогда, никогда, никогда Разлюбить Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя так Что не сможешь никак Ты меня никогда разлюбить Я долго над этим думала И вот поняла Что Алексей Фатьянов сочинил мантру Он сочинил заклинания Которые все Если вы заметили Вы сами за собой заметили Что вы сейчас его стали повторять в слухах Это заклинания, которые непроизвольно все повторяют И притягивают любовь Таким образом А вот кто еще мастер сочинять мантру про любовь Так это Лена Казанцева А укулейку возьмите, пожалуйста Сейчас мы еще одну песенку споем, которая вошла в наш альбом Но пока Эпи Николаевич настраивает капризный инструмент укулеле Я вам расскажу про Лену Казанцеву Елена Казанцева Это удающийся русский поэт из города Минска Она Очень правдивый художник Она пишет только то, что с ней на самом деле было Например, когда ее спрашивают Почему, Лена, у тебя в твоей знаменитой песне Я скучаю на матрасе Лежа Не Сережа, как было бы в рифме А Алеша? Она говорит, потому что Алеша был И возразить ей нечего Однажды Лена была проездом из Самары в Минск У меня в гостях Она ночевала на свежекупленном надувном матрасе необыкновенной красоты Утром она проснулась И потребовала Листик И ручку У меня из листиков в доме нашлась только Обрывок из Тетрадки в клеточку На которой была расчерчена пуля Мы Играли в преферанс Вечером И, значит Перевернула ей эту пулю И дала ручку И она абсолютно ровным, круглым, почерком, без единой помарки Вывела следующее стихотворение Эпиграф Твой матрас меня потряс Матрасы в творчестве Лены играют большую роль А дальше стихотворение, которое прославило меня в веках Потому что вот я благодаря Лене вошла в историю русской литературы Поскольку она великий поэт Лида купила двуспальный матрас Чтобы поехать на юг С этим матрасом уедет от нас Верный и преданный друг Если тихонечко этот матрас Гвоздиком ночью проткнуть Может, она не уедет от нас Может, захочет вернуть Этот матрас навсегда в магазин Пусть принимают старье Где-то на юге Заплачет грузин Так и не встретив ее АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ